Сарга 67. Внутреннее самоисследование. Васиштха продолжил. Так они дружески разговаривали друг с другом, и со временем, достигнув чистого знания, пришли к освобождению. Потому, о могучий Рама, я говорю, что для разума, пойманного в ловушку привязанностей, нет другого пути для пересечения океана Самсары, кроме знания. Для разумного и различающего истину бесконечные страдания ничто, как для маленькой птички, трудно пересечь океан, но для огоруды этот океан не больше следотеленка, наполненного водой. Те мудрые и великие, кто вышел за пределы тела, кто пребывает в собственной природе чистого сознания, смотрят на тело издалека, как на отдаленную толпу людей. Когда тело возбуждено страданиями, затрагивает ли нас это? Как когда разваливается на куски колесница, разваливается ли колесничий? Волнение разума не затрагивает чистоту сознания, как непрерывные волны в океане не затрагивают полноту океана. О, друг! Имеет ли отношение вода к лебедю или вода к камню? Связан ли камень с куском дерева? Имеет ли отношение чистое сознание к мирским удовольствиям? О, благородный! Есть ли связь между горами и океаном? Есть ли связь между горами внутренних проблем и страданий и океаном реальности чистого сознания? Как растущие в воде лотосы не затрагиваются водой озера, так же чистое сознание не затрагивается всеми существующими в нем телами. Как падающую в воду дерево поднимает брызги, так и тело в чистом сознании. Из-за близости поднимают брызги ощущение радости и страдания. Из-за близости с водой деревья отражаются в ней так же, как и тела, отражаются в чистом сознании из-за их близости. Как отражение объекта в зеркале или в воде нереальное, нинереальное, так же тело, отраженное в чистом сознании, нереально, нинереально. Как в разделении и соединении дерева, вод или камней нет никакого страдания, так и в соединении и разделении тела с другими объектами нет никаких потерь. Как при взаимодействии воды и упавшего в нее дерева появляются звуки и волнения, так при освещении тела чистым сознанием появляются звуки и действия. Они не принадлежат ни чистому сознанию, ни несознательному телу, они принадлежат только невежеству. И когда невежество уничтожено, остается только чистое сознание. Как при столкновении дерева и воды нет переживаний счастья или несчастья, так же нет несчастья или счастья при взаимодействии тела и чистого сознания, воплощенного в нем. Невежа видит этот мир сансары как реальность, но видимость этого мира не становится реальностью для знающего. Как между камнем, находящимся в воде и самой водой, нет внутренней связи, так же нет связи между ощущающимися вовне наслаждениями и разумом, не имеющим привязанностей. Как нет внутренней связи между водой и бревном, так же нет внутренней связи между телом и воплощенным в нем чистым сознанием. Бревно отражается в воде без внутренней связи между ними, так же как и тело отражается в чистом сознании, не будучи с ним связанным. Есть только чистое, вездесущее сознание, без разделения на объекты, которые можно было бы знать, и нет другого сознания, помимо него. Из-за веры в реальность страдания, то, что вне страданий, становится страдающим, как из-за веры в привидение, появляется привидение. Силой внутренней убежденности, несвязанное становится взаимосвязанным, как кажутся реальными объятия с девушкой во сне, или привидение, видимое, вместо пня. Как нереальная взаимосвязь между водой и деревом, так же и взаимосвязь между телом и чистым сознанием нереальна и иллюзорна. Как вода не затрагивается падением дерева, так же и чистое сознание, не имея взаимосвязи с телом, не затрагивается проблемами тела. Принимая себя за тело, сознание становится подверженным страданиям тела. Отказавшись от этого неверного понимания, оно становится свободным, утверждают мудрые. Без внутренней привязанности проблемы тела не становятся нашими, как вода и лист, или земля и кусок дерева и прочее, не объединяются, даже находясь в непосредственной близости. Те, кто отказались от отождествления себя с телом, чувствами и разумом, хоть они и близки к ним, освобождаются от страданий. О рама! Обусловленность является семенем всех заблуждений, смерти, старости существ, воплощенных в этом мире самсары, как семя является причиной дерева. Отождествленный человек тонет в океане самсары, но тот, кто свободен от отождествлений, пересекает океан самсары. Разум отождествленного прорастает сотнями побегов желаний. Разум неотождествленного называется неразумом. Нечистый разум, полный привязанностей, подобен разбитому на куски кристаллу. Непривязанный разум подобен сияющему, цельному кристаллу. Непривязанный чистый разум свободен, даже если пребывает в мире самсары, а нечистый ограниченный разум крепко связан, даже если выполняет аскезу. Внутренне ограниченный и привязанный разум – это не свобода. Свобода – это отсутствие ограниченности и привязанности, которая и есть единственная причина и свободы, и несвободы. Тот, кто свободен и внутренне не связан, не является деятелем, даже действуя, как воду не затрагивают качества и проблемы лодки или куска дерева, плавающие в ней. Тот, кто не свободен и внутренне не связан, является деятелем, даже ничего не делая, как человек, ощущает радость и страдания в заблуждении сна. Только разум является деятелем, радость и счастье, испытываемые во сне, имеют эффект и без участия тела. Недействующий становится недеятелем в разуме. Человек с отсутствующим разумом, даже делая, не осознает этого. Достигается то, что делается разумом. Если же разум не активен, не достигается ничего. Нигде тело не является причиной бездеятельности разума. Известно, что непривязанный разум не является деятелем, даже если действует. Такой непривязанный разум не пожинает и плоды своих действий. Без отождествления разум не затрагивается даже убийством прамина и не обретает благих плодов, жертвоприношения. Ашваметхи, как встретившиеся после разлуки любящие, обнимая друг друга, не замечают происходящего вокруг. Свободный от внутренней привязанности блажен, и делая что-то или не делая, он не становится ни деятелем, ни наслаждающимся. Разум, свободный от внутренней привязанности, не является деятелем, он свободен и спокоен, пребывает в истине и не затрагивается ничем. Поэтому надо твердо отказаться от этой безжалостной привязанности ко всем внешним объектам, которое вызывает все страдания. Разум, отказавшийся от заблуждения, нечистой привязанности и отождествления, становится скоро умиротворенным и подобным чистому пространству. Освободившись от всех загрязнений, он сливается с чистым сознанием, своей собственной природой, как небесные чистые кристальные воды сливаются с синими водами океана. Этим заканчивается Сарга 67-я. Внутреннее самоисследование Книги Пятой об окончании Махара Маяны Шри Васиштки Ведущий к освобождению Записанной Валмики